МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От Бобруйская арена до Кургана Слава-Всычкова горожане вновь приняли участие в автопробеге. Десятки машин проехали по центральной магистрали. В патриотическом митинге приняла участие и наша съемочная группа. Четверг, 22 октября. Парковки вблизи Бобруйской арены начинают стекаться автомобили. На часах 16.45. Водители и пассажиры наводят лоск, вешают плакаты, устанавливают флагштоки с государственной символикой. Многие фотографируются. В толпе неравнодушных царит атмосфера сплоченности и любви к Беларуси. Почему решили принять участие в автопробеге? Ну, потому что мы за тот вектор развития, который выбрала Беларусь. Уже давно продолжаем эти традиции. И мы за процветающую, спокойную Беларусь. Сегодня, завтра и в будущем для наших детей, для наших внуков. Чтобы они не знали войн, чтобы они не знали громовзрывов, а жили под мирным небом, радовались жизни и давили радость нам. Сегодня автопробег. Ну, как думаешь, почему так много людей приняли решение поучаствовать в нем? Потому что мы все за Беларусь. Небольшой инструктаж, маршрут утвержден. 17.00. И колонна стартует. Автомобили движутся к центральной магистрали города, улице Минской. В патриотической колонии десятки автомобилей. Люди разных поколений и убеждений, но искренне влюбленных в свою родную Беларусь. Мы за мир и процветание. За нашу республику. За наше будущее. Будущее наших детей и внуков. Мы единый народ, поэтому мы должны не оставаться в стороне, быть вместе с народом, мы едины. За спиной 15 километров. Колонна прибывает в место назначения деревни Сычково в Курганславы. В год 75-летие Великой Победы потомки отдают дань памяти и уважения священным годам. Героям, которые завоевали мир и свободу. Солдатам и генералам, остоявшим право на существование белорусской нации. Ощущение восторга, наверное, гордости за свою родину. Возложили венок, наверное, за тех людей, которые отдали, не пожалели своих жизней. Для того, чтобы нам сейчас было хорошо и жалево и счастье. Как впечатление от автопробега? Неожиданно замечательное впечатление. То есть не ожидал, что реально откликнется столько людей. Классно. Супер. Я сама с Молдавием. И переехали сюда, это самое, с первого раза я полюбила Беларусь. И я за Беларусь, за батьку, такого президента хорошего. За людей, которые борются, за всех нас. Дай Бог здоровья ему, чтобы эта страна держалась до конца. За мир, безопасность и спокойствие – главные литмотивы автомитинга. В обручании не делят народ на своих и чужих, на бело-красно-белых и красно-зеленых. Мы все белорусы. И пока мы едины, мы непобедимы. За Беларусь! Максим Кемель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруськ, 360. С мяча под градусом правоохранители задержали мужчину, который начал разгром в магазине. Инцидент произошел во вторник вечером около 21 часа. В дежурную часть Бобруського отдела охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов торговли. 34-летний местный житель, как сообщается в состоянии алкогольного опьянения, разбил кассовый аппарат и две витрины. А потом разбросал продукты. Задержанный доставлен в местный РУВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. Белорусский бизнес, зимнее расписание и работа онлайн. В Бобруське пройдет электронная ярмарка вакансий. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Неделя детской безопасности стартует в Могилевской области. Акция пройдет с 26 октября по 1 ноября. В это время инспекторы ГАИ будут напоминать водителям и пешеходам, как маленьким, так и взрослым, правила дорожного движения. Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов. Специалисты в сферах юриспруденции, маркетинга, ведения бизнеса и финансового менеджмента поделятся опытом в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне». Консультациями смогут воспользоваться бизнесмены из 12 пилотных районов. Национальный аэропорт Минск переходит на зимнее расписание полетов. Оно будет действовать по 27 марта следующего года. Ознакомиться с изменениями подробнее можно на сайте Воздушной гавани. Производство фруктов и ягод в Беларуси выросло в 13 раз за последнюю декаду. В этом году в хозяйствах всех категорий ожидаются свыше 600 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Еще 170 тысяч тонн планируют получить в сельхозорганизациях и у фермеров. Электронная ярмарка «Вакансии» пройдет в Бабруйске 26 октября. Найти работу можно с 11 утра до часа дня. Доступ для участия в ярмарке соискатели смогут получить на сайте edifizvacansi.by Стали очевидцем происшествия? Длитесь на решение, но появящие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бабруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Безопасные услуги Белорусские банки держат руку на пульте. Теперь маска – неотъемлемый аксессуар при входе в отделение. Максим Кембель выяснил, какие еще меры профилактики здесь принимаются. Перчатки, защитный экран, маска – обязательное вооружение любого работника банка в современных реалиях. Все меры направлены на борьбу с распространением вирусов, чтобы поход в отделение был безопасным как для клиентов, так и для работников. Открытые места наши защищены защитными стеклами, которые являются ограждением. На каждом рабочем месте имеется антисептик, который периодически используют сами работники, включая их для обработки рук, для обработки поверхностей. Полы, рабочие места и все, до чего прикасаются люди, несколько раз на день обрабатывают десредствами. Все строго по графику. Кругом стоят антисептики, висят таблички с напоминанием о социальной десанции. Кто-то по неспониманиям относится к данной ситуации сложившейся, кто-то реагирует все-таки не очень адекватно, соответственно. И все равно, вы сами видите, что приходят на обслуживание без масок. Хорошо, если человек пришел без маски, его обслуживают банки? Вы знаете, что мы говорим клиенту, мы разъясняем ему, проводим беседу, что ношение масок обязательно, вплоть до того, что мы даем свои маски клиенту для обслуживания. Медики не устают напоминать, использовать средства защиты нужно во всех общественных местах, будь то банк, автобус, поликлиника или магазин. Впрочем, сами горожане не пренебрегают безопасностью. Ходим в масках обязательно все время, принимаем, травки разные пьем там. Постоянные маски соблюдают дистанцию. Стараемся носить маски в общественных местах, естественно, при приготовлении напитков, тоже одеваем маски, перчатки, рассказываем посетителям, чтобы они соблюдают дистанцию. Как боретесь с коронавирусом? Во-первых, обработка рук однозначно. Это маска, витамины и поменьше в общественных местах. Нужно обрабатывать руки антисептиком. Всегда вот после ручку взяли в подъезде, обработали. Ручку взяли в магазине, за ручку в смысле имею в виду, обработали. Ни с кем не здороваться за руку, маску носить. В Беларуси выздоровели выписаны 82 136 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 91 167 человек с положительным тестом на коронавирус. Специалисты провели 2 320 856 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В стране контролируют ситуацию с COVID-19. Об этом президент заявил сегодня во время рабочей поездки в Слудский район. Глава государства подчеркнул, в республике есть необходимый опыт, медикаменты, выстроенная разноуровневая система лечения. Александр Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни. Что в случае заболевания коронавирусом способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни. Почти как в сентябре погода продолжает радовать белорусов. Мощная волна тепла с юго-запада Европы не отступает. Сегодня воздух прогрелся до плюс 15. Надолго ли тренд Анастасия Шевцова. В субботу погода в стране продолжит диктовать фронты Западной Европы. Небо закроет облака. На большей части территории республики прогнозируются дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 15. Ночью похолодает до 10. В воскресенье из-за туч выглянет солнце. Дожди не прогнозируются. Днем температурный фон останется на прежнем уровне. А вот ночью синоптики обещают заморозки. Африканский Мозамбик накрыли проливные дожди и штормы. Наводнения затронули множество провинций. Вода и сильный ветер повредили около 2000 домов. 922 жилых строения оказались полностью разрушены. 22 человека погибли, свыше тысячи пострадали. Сильные ливни накрыли и юг Греции. Несколько жителей застряли в паводковых водах, но были успешно спасены. Десятки региональных дорог оказались затоплены. В административном центре Крита и Раклиане за 24 часа обрушилось 138 миллиметров осадков. А на острове Карпата зарегистрировали 244 миллиметра дождя. В субботу в Бобруйске будет пасмурно. Осадки прогнозируются на протяжении всего дня. Воздух прогреется до плюс 13, ночью до плюс 9. В воскресенье из-за облаков выглянет солнце. Днем столбик термометра покажет 14 тепла. В ночь на понедельник ударят заморозки. Будет до минус 2. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...